Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. Сегодня поговорим о перспективах возобновления партнерских отношений между Уссурийском и Суэфэнхэ. Покажем учебные занятия на Сергеевском полигоне. Вместе с неравнодушными жителями округа сделаем окопные свечи для бойцов, которые находятся в зоне СВО. А еще попьем горячего чая в теплом зимовье в нашей постоянной рубрике «По Уссурийскому краю». В студии Анна Клыга. Давайте начинать! Глава округа Евгений Кош и председатель Думы Уссурийска Александр Черныш встретились с делегацией народного правительства Суэфэнхэ. Обсудили перспективы возобновления партнерских отношений, о чем именно говорили представители стран-соседей, расскажет Евгений Михайлов. Еще совсем недавно название приграничного китайского Суэфэнхэ знали большинство жителей не только Уссурийска, но и всего Приморья. Этот город был популярен. Туда ездили для шопинга и отдыха. Со временем сошел на нет челночный бизнес, а три года назад пандемия коронавируса и вовсе прервала экономические и культурные связи наших стран. И вот совсем недавно начала широко обсуждаться новость о возобновлении работы трансграничных переходов. А теперь делегация правительства Суэфэнхэ приехала в гости. Провинция Хэйлудзянь – это важная база и простор сотрудничества с Россией. В 2022 году товарооборот Суэфэнхэ составил 90% всего товарооборота провинции Хэйлудзян. И Суэфэнхэ уже стал очень важной базой для распространения российской продукции. Мы тоже приветствуем жителей Уссурийска в нашем городе. Делегаты соседнего города отметили важность Уссурийска – крупного железнодорожного узла. Когда границы откроют для всех, китайцы намерены возобновить торговлю и туристические поездки, организовать совместные творческие и спортивные события. Уссурийские власти готовы содействовать. Я уверен, что мы вместе с вами победили пандемию. Сейчас только сам Бог велел развиваться, инвестировать и помогать друг другу расти и развиваться. По традиции, встреча закончилась с подписанием протокола намерений о взаимном сотрудничестве. Не забыли обменяться и подарками. Члены китайской делегации сообщили, что ждут россиян в гости в Поднебесную в ближайшее время. Евгений Михайлов, Алексей Максимов, Телемикс. Увеличение зарплат работников культуры, выделение земельных участков членам семей военнослужащих, которые погибли в зоне спецоперации. Эти и другие вопросы обсудили депутаты на заседании Думы округа. Подробная информация в материале Евгения Михайлова. Кроме выплат и посмертных наград, родственники тех, кто погиб в зоне спецоперации, могут получить и другие меры господдержки. С таким предложением уссурийские политики обратились в Краевой парламент. Депутаты Думы Уссурийского городского округа вышли с инициативой в законодательное собрание Приморского края о предоставлении земельных участков для ведения подсобного хозяйства семьям военнослужащих, погибших в ходе ведения специальной военной операции. Семельные участки, находящиеся в государственной либо муниципальной собственности, могут предоставляться ряду категорий граждан для садоводчества, огородничества, животноводства. В том числе эти участки могли быть предоставлены ветеранам боевых действий. Но фактически не учитывалась такая категория граждан, как удовцы и вдовы. В планах также найти собственника для дома на Некрасово-125Б. Бывшая котельная входит в прогнозный план приватизации муниципального имущества вместе с земельным участком. Площадь здания более 200 квадратных метров, земельного участка свыше 1100. Ну а самым серьезным шагом будет приватизация доли объектов газохимического комплекса «Газпрома», который был построен в 2019 году. Мы предлагаем включить эту долю в прогнозный план программы приватизации и реализовать с учетом преимущественного права акционерного общества «Газпрома» за распределение данных постов. Предварительная оценка имущества составляет порядка 204 миллионов рублей с учетом НДС. Не обошли вниманием актуальную тему роста зарплат. В этом году предполагается существенно увеличить денежное содержание работников культуры и искусства. В целом же народные избранники вместе с коллегами из администрации округа рассмотрели 10 вопросов. Большую часть из них приняли единогласно. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. 20 килограммов наркотиков изъяли сотрудники линейного отдела полиции за прошлый год. В целом на объектах железнодорожного транспорта совершено 320 преступлений, основная доля которых приходится как раз на оборот запрещенных препаратов. В следующем сюжете расскажем подробнее. Их главная задача – обеспечение порядка на объектах железнодорожного транспорта. Начало года – время сотрудникам линейного отдела подвести итоги работы минувшей. В прошлом 2020-м в их ведении попало 320 преступлений. Больше половины успешно раскрыты. И это правонарушение не только на самой железной дороге. Под их ответственностью – 1200 километров главных путей, плюс мелкие ответвления. В настоящее время, вообще за целый год, у нас допущено только одно тяжкое преступление против личности. Это считается такое маленькое достижение, потому что, если брать территории, обслуженные в территориальных органах, там достаточно много преступлений совершается против личности. У нас же плотность нарядов и профилактическая работа такова, что предпочитают преступления против личности не совершать. Злоумышленники чаще всего стали действовать с помощью интернета. Во-первых, через глобальную паутину призывают портить железнодорожную инфраструктуру. Исполнение чего-то послания за деньги может обернуться тюрьмой сроком на 15 лет. Эти преступления особенно сложно раскрыть, потому что непросто найти отправную точку. Вторая история с интернетом – оборот наркотиков. Сотрудники линейного отдела изъяли за год 20 килограммов запрещенных веществ. В частности, наркотики, как правило, доставляются либо перевозками СДЭК, ну, авиаперевозки, либо ЖД. Есть такие места закладок были, в основном это закладочный способ, то есть в основном это все в закладках. И, получается, закладки также были непосредственно в близости от ЖД дороги. То есть находили закладки по интернету, сообщения, выходили наши оперативники по своей оперативной информации, работали. Ну, и затем дальше, получается, раскручивали, раскручивали. Некоторые преступники действуют группами. Три таких дела раскрыли в Уссурийске за прошлый год. В одном из них у фигуранта дома, в квартире на Ленинградской, изъяли большую партию синтетических препаратов. Даже одна доза очень вредна для здоровья и вызывает зависимость. Каждый наркотик был разложен по дозам, разного цвета изоленты. То есть подготавливал он на квартире, готовил, затем раскладывал. Кто-то там фотографировал, отправлял оператору, оператору уже дальнейшее действие. И уже там приходили мелкие товарищи, которые тоже в связи были. Ну, это примерно конкретный случай. Порядка 10 килограмм было изъято. Резко снизилось число правонарушений в поездах. На самом ЖД вокзале и объектах транспорта. Если сравнивать с прошлыми годами, разница очевидна. Сейчас везде увеличена плотность патрулирования. Проводится большая работа и со школьниками, что также привело к снижению подросткового травматизма на путях. В 2022-м пострадало трое человек и все за пределами нашего округа. На продуктивную работу сотрудники ЛОВД настроены и в этом году. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Танкисты Восточного военного округа приступили к учебным занятиям на Сергеевском полигоне. На тренировках экипажи боевых машин отрабатывают навыки фланговой стрельбы и действий в составе подразделений. Подробности в сюжете. Отличительная особенность маневров 80-ки – относительная бесшумность передвижения. Машины весом более 40 тонн словно плывут над местностью. Эти танки несколько лет назад прошли модернизацию и теперь полностью готовы к выполнению любых учебных и боевых задач. Экипажи вместе с техникой участвуют в занятиях на Сергеевском полигоне. В ходе занятия отрабатывается комплексное тактическое занятие с элементами вождения, с элементами третьего упражнения контрольных стрельб, с применением фланговой стрельбы. Инструктора имеют опыт выполнения специальных задач в ходе выполнения специальных военных операций. В связи с этим применяется активный опыт и умение поражения огневых средств противника на данной танковой директрисе. Экипажи танков Т-80 БВМ ведут стрельбу по мишеням на расстоянии от 800 до 1600 метров. Большое внимание уделяется слаженности действий. Наводчики определяют дальность до цели, а механики-водители стараются вести боевые машины с постоянной скоростью. Стрельбы идут практически каждый день. Огонь, огонь! Акция «Окопные свечи» прошла в Уссурийске. Жители округа продолжают поддерживать участников специальной военной операции. В этот раз сделали 250 согревающих подарков и написали пожелания на шоколадках. Как проходил рабочий процесс, расскажет Полина Мельниченко. Добровольцы со всего города собрались, чтобы поучаствовать в акции «Окопные свечи» и своими руками сделать согревающий подарок для участников СВО. Каждый занят своим делом. Самый ответственный пост на кухне, где плавят воск для заливки. Наш девиз – люди помогают людям. И я всегда говорю – сила жизни в каждом из нас. А когда нас много, когда мы вместе, это ого-го, какая огромная сила. И поэтому не надо просить и говорить. Помогите, принесите, поддержите. Люди идут сами. Жители округа давно приносят в благотворительный фонд «Сохрани жизнь» на Горького, 29 самодельные вязаные тёплые вещи для бойцов, рисунки. А теперь здесь рады ещё и консервным банкам, парафину и коробкам. Материалом для изготовления окопных свечей. Чтобы использовать картон, волонтёры аккуратно отделяют гофрированную часть. Процесс создания свечи простой. Создать наполнение и фитиль из картона, и залить воском. Бесхитростный, но очень ценный подарок. В акции поучаствовали юнормейцы, серебряные волонтёры, молодёжный совет при Думе Уссуриска и другие активные горожане. За день изготовили 250 свечей. К согревающему подарку приложили сладкий – шоколадку с письменным посланием. Совсем скоро гуманитарная помощь отправится в зону специальной военной операции. Сейчас зимнее время, требуется определённый обогрев. И я так думаю, что то, что мы делаем, изготавливаем эти свечи, они будут способствовать решению этой задачи. Куда больше будет для них поддержка, если предоставят провизию именно люди, а не государство. Потому что люди вкладывают письма, слова поддержки часто. И это куда большая поддержка. От участников СВО есть обратная связь. Мужчины присылают сообщения с благодарностями и фотографии с посылками из Уссуриска. Окопные свечи делают каждое воскресенье в 16.00 на Горького, 29. Все желающие могут прийти и внести свой вклад в поддержку бойцов. Полина Минниченко, Игорь Антонов, Телемикс. Место приёма детских врачей изменится в Уссурийске. Пациентов из нескольких районов города будут ждать в центральном здании поликлиники. С 6 февраля на капитальный ремонт закрывается отделение на промышленные 7, куда прикреплены жители сахпосёлка Междуречье, Железнодорожной Слободы. На время работ всех специалистов переведут на Некрасова 115, а для приёма пациентов выделят отдельные кабинеты. Номер 211 и 217 для пациентов сахпосёлка, а 203, 204 и 210 для детей Слободы и Междуречья. Высокие технологии вместо уроков. Мобильный технопарк «Кванториум» проехал по сельским школам Уссурийского округа. Молодых инженеров выявляли среди учеников отдалённых территорий. Управляли дронами, моделировали и выходили за пределы реальности дети посёлка Тимирязевского и мои коллеги. Увидеть далёкое и скрытое от глаз уже можно с помощью дронов. Но школьники посёлка Тимирязевского даже не думали, что со своего телефона будут управлять таким устройством. Современные разработки теперь изучают со школьной скамьи. Мобильный технопарк «Кванториум» начал свои поездки по отдалённым учебным заведениям. Прибыл и в наш округ, где передовое оборудование уже не новость. Школы оснащают техникой по федеральным и краевым программам. До Нового года мы закупили себе дрон. Такой же, да, вот он пришёл два дня назад. Мы сами с преподавателями информатики, ну, пока только сами осваиваем эти возможности, да, этого дрона. А в дальнейшем на дополнительных занятиях по информатике, по технологии будем испарзивать уже в учебном процессе. И именно в нашей точке роста. 3D-ручки – один из самых примитивных инструментов моделирования. Лёгкий в использовании предмет быстро получил популярность у детей. Яркий нагретый пластик моментально принимает желаемую форму. Да, мне очень понравилось делать 3D-фигурки. Их можно по-разному использовать, поэтому мне нравится их делать. Уроки будущего появились в Приморье в 2019 году. Школьники получают бесплатное дополнительное образование почти по 10 направлениям и в стационарных кванториумах. До 2024 года подобные парки планируют открыть в других крупных городах Приморья. Виктория Калинина, Наталья Зайцева, Ларион Николаев, Телемикс. Что такое метеорология и как составлять прогноз с использованием достижений в области IT? В этих вопросах разбирались школьники на занятии технологии, которые предсказывают погоду. О методиках измерения глубины промерзания почвы расскажет Евгений Михайлов. Одно дело – бегло смотреть в новостях прогноз погоды на день. И совсем другое – скрупулезно фиксировать данные приборов наблюдения на метеостанции и анализировать информацию. Теперь этот процесс немыслим без использования IT. Об этом сегодня рассказали школьникам на занятии в рамках всероссийского проекта «Урок цифры». У нас пройдет урок не только знакомства с профессией, но и комплексный урок взаимодействия межпредметное – это география, математика, информатика даже. В нашем округе метеостанция находится на территории научного центра агробиотехнологий. Сотрудники института рассказали школьникам поселка Тимирязевского, как собирают информацию и куда отправляют данные для составления прогнозов. У нас 43 станции в Приморском крае, вот все в одно и то же время посылают информацию. Вся эта информация в дальнейшем поступает в московский центр. У нас всего по миру три мировых центра. Это Мельбурн, Вашингтон и Москва. Вот все данные поступают туда и хранятся там всегда. С лекцией в кабинете вперед к полевым исследованиям. На площадке наблюдений самой метеостанции мальчишкам и девчонкам показали главные секреты наблюдения за атмосферой. Здесь осадкомер копит миллиметры влаги для определения месячной нормы. А рядом гелиограф прожигает ленту длительности солнечного дня. Информацию для прогноза погоды берут как из воздуха, так и под землей. Я знала то, что много составляется на компьютерах, но сегодня я узнала то, что ходят, проверяют по восемь раз и увидела все приборы вживую. Больше всего мне зацепилось там, где мы измеряли глубину замерзки почвы. Вот оно у меня больше всего зацепилось. И это очень интересно. Чтобы измерить глубину промерзания почвы, на метеостанциях пользуется прибором, который называется мерзлотомер. Он состоит из веревки и вот такой трубки, внутри которой находится дистиллированная вода. На отметке 69, сколько можно заметить, виден уровень, где в трубке находится лед. Соответственно, 69 сантиметров и есть глубина промерзания почвы в этом году. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» создан по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации. Главная цель развития у школьников интереса к современным технологиям. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Аномальные морозы в Приморье добавили работы врачам-аллергологам. Все потому, что у детей и взрослых чаще стала проявляться кожная реакция на отрицательные температуры. Об основных симптомах холодовой аллергии и способах борьбы с ней расскажет врач многопрофильной поликлиники «Профессионал». Холодовая аллергия возникает в холодный период времени, возникает на коже, проявляется отеками и высыпаниями по типу крапивницы. Сопровождается кожным зудом. Это сбой в иммунной системе. Естественно, нужно по погоде одеваться, закрывать участки кожи открытые и пользоваться, конечно, кремами жирными. То есть защищать кожу от холода. Применяют антигистаминные препараты для того, чтобы проявления особого не было в виде отеков моментальных, вплоть до, может быть, до анафилактического шока. Очень легко определить все это можно в домашних даже условиях. Делается аппликационный тест. То есть берется кубик льда и ложится на предплечье на 20 минут. И через 20 минут мы смотрим, естественно, результат на коже. Если просто покраснение обычное, то это обычная реакция организма кожи на холод. А если вздутие происходит такое, даже в форме кубика льда с четкими границами, это, естественно, холодовая аллергия. Причинный фактор может быть и генетическая предрасположенность, и масса каких-то других заболеваний. И ревматоидные заболевания, и даже паразитарная инфекция. То есть надо обязательно обследоваться у врача, или терапевта, или педиатра, или у врача, аллерголога, иммунолога. Провести аллергообследование. На ревмопробы сдаются анализы. Естественно, паразитарная вот эта инфекция. И еще вырабатываются такие вещества, белок, как криоглобулины. Определяются они в лабораторных условиях. Это все индивидуально. Может и пройти. То есть если вы устранили причинный фактор, а может и всю жизнь быть. Часто приходят с детишками и кожные вот эти проявления на щечках, на губах, зайды у детишек. Шелушения, ручки тоже отекают. Так что применяем мази жирные, антигистаминные препараты. И консультация врача-аллерголога, который определяет, с какой стороны причинный фактор выявить этот. Интеллектуальная битва среди студентов прошла во Дворце культуры Дружба. Свои способности в соревновании проверили 10 команд. Вместе с участниками отвечала на вопросы и наша съемочная группа. Сегодня я везде, власть и нас не уже. Наркоз, что было дальше, культурный шок и еще много других забавных названий. Танцы, песни и смех стали частью атмосферы интеллектуальной битвы во Дворце культуры Дружба. 10 студенческих команд из общеобразовательных учреждений города сразились за звание самых умных. Это первый раз мероприятие. Надеемся, что в дальнейшем будем проводить различного типа мероприятия. Часто очень, да, с присутствием молодежи. Будут объявлены победители, призеры, ну и благодарственными письмами от заместителя главы администрации по культуре и спорту. Будут награждены все команды. Интеллектуальное соревнование включало пять раундов. Участники разгадывали ребусы, совмещали имена знаменитостей с названиями предметов, расшифровывали песни. На решение одной загадки давалось 30 секунд. За правильный ответ присуждался один балл. По баллам на самом деле хуже всего прошло знаменитостями. Это было сложно, но мы их не знаем. Как оказалось, мы их не знаем. Нашу эстраду мы не знаем, к сожалению. Больше всего нам понравился третий раунд, где нужно было отгадывать песни. Прямо отожгли по полной. Были разные догадки. Думали, может быть, будут какие-то темы по истории, там Великая Отечественная война. Например, знания истории Приморского края. Были разные догадки. Ну что, настолько будет интересно, классно, молодежно. Некоторые задания просто, можно сказать, находятся за гранью. Победителем битвы стала команда «Интуиция» от Молодежного совета при Думе округа. Серебряные призеры, карандаши и сельхозакадемии. Третье место разделили сразу три команды. Движенцы из Института железнодорожного транспорта, культурный шок из Краевого колледжа культуры и горе-отума Уссурийского агропромышленного колледжа. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс. Каждый день в окружении драгоценностей. Профессиональный праздник отметили ювелиры. Мы зашли в гости к двум мастерам, которые трудятся в одной обойме, и расспросили об особенностях ежедневного труда и творчества. Сейчас и вам расскажем. Обычный вторник Игоря Молчанова. Ювелир украшает камнями готовые изделия. Признается, этот этап работы не очень творческий, но тоже требует старания и умений. В профессии уссуриец уже 15 лет. Своё дело любит всей душой. Хотя попал в эту сферу случайно, когда шёл домой с неудачного собеседования. Я возвращался назад, увидел вывеску мастерская. Зашёл сюда, спросил, нужны ли ювелиры. Меня спросили, что ты умеешь делать. Я говорю, была школа такая-то закончена. Школа искусства. Они мне дали маленького слоника вырезать, попробовать. Из серебра. У них был заказ, а никто не мог его сделать. Я его сделал, просто такой маленький-маленький слоник. Сегодня сказали, принимаем. Работа у хорошего ювелира есть всегда. И даже при популярности сетевых магазинов с заводскими изделиями, украшения по индивидуальному заказу выгодно отличаются. Там экономия на металле. Вроде изделие плотное, большое, но оно пустотелое всё. И легко где-то деформируется там. А мы стараемся делать это всё уже пожирнее, так сказать. Потолще, чтобы это всё не деформировалось. Потом в носке. А магазины, они только покупают, и она уже идёт к нам за ремонт. Бывают дни, когда на рабочем месте скапливаются несколько десятков пакетов с поломанными вещицами. Всё нужно поправить. В этом деле сильно помогает лазерная пайка. Кстати, такой процесс постоянно обжигает пальцы. Ну вот всё, готово. Позволяет не нагревать цепь огнём, не флюсовать, не заливать металлом, этим припоем. Уссурийские ювелиры вовсю используют современную технику. На этом станке, например, из воска вырезают модели будущих шедевров. Разработкой занимается Даниила Нищенко. На простое обручальное кольцо уходит с полчаса. А вот на оригинальный заказ потребовалось больше трёх дней. Каждое пиро ты рисуешь отдельно. Всё его заливаешь, но делаешь объёмным. То есть в 3D уже виде. Всё это потом с помощью специальной функции закручивается на размерный круг. Изначально заложенный размер пальца клиента. Уссурийцы часто приходят в мастерскую с интересными идеями. А Игорь и Даниил постоянно учатся, чтобы поспевать за своими клиентами. И с готовностью берутся за дело, вкладывая в каждое изделие частицу своей души. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Первая в этом году выставка собак прошла в Уссурийске. Открыли сезон около 800 животных и их владельцев. Грамотный судейский состав, разнообразие пород, 4 ринга. Красоту на любой вкус и лай на любой слух увидела и услышала Ирина Мигунова. Посади его теперь и сядь рядом с ним. Та фотосессия, где красота человека второстепенна. Главные здесь собаки. Всё для и во имя питомцев. Лучшие прически, салонные процедуры, профессиональные мастера. Открытие сезона выставок в Уссурийске – большое собачье дело. Это идеальный вариант, потому что всё-таки готовимся заранее. Дорога, собака в дороге может помяться, ещё что-то. Если есть возможность у владельца приготовить свою собаку на выставке, ну это просто лучший вариант. Укладка готова. Какова красота? Сложные вау-прически нужны, конечно, не всем участникам. Кого-то достаточно помыть, высушить и расчесать. Ну и придать пышность и свежесть. Я подготавливаю собаку к рингу. У неё через 15 минут ринга, поэтому я освежаюсь, чтобы она выглядела как после мытья. Гладкошёрстные породы и так хороши, особенно внушительного размера. Эта догиня невозмутимо и снисходительно смотрит на суету вокруг. Кто-то давно познала мудрость, а её равновесие не поколеблют даже человеческие детёныши. Кому это владеть настолько огромной собакой? А это, кстати, не так сложно. А потому что, во-первых, она очень в обращении, очень такая, контактная очень. У неё внучки, она с нучками вообще играется так, что не растать. Крупные породы заставляли удивляться и трепетать. Тибетские мастифы вблизи истинно львы среди собак. Только ещё величественней. А это щенки Алабаев. Пол ценнера каждый на вид. Но для хозяйки просто пирожочки. Как хозяева дают подачу материала собаке, так собака себя и ведёт. Да, во дворе они охранники, да, пирожочек мой. Во дворе охраняют всё. Не страшно оставлять детей, допустим, дома одних. А на улице и на прогулке это прекрасные собаки, отличные компаньоны. На территории в 1700 квадратов разместились около 800 участников. В тёплом, светлом зале, что нечасто удаётся организовать кинологическим клубам. А в этот раз ещё и парковка имелась просторная. И четыре ринга для соревнований. Судейский состав из Москвы, Костромской области и Комсомольска-на-Амуре. Всегда Приморский край отличается очень высокой подготовкой, большим разнообразием пород, большим количеством явно заинтересованных заводчиков, владельцев, профессиональными хендлерами. Здесь мы пропагандируем что? Дисциплину, чипирование, воспитание, спортивно-кинологические мероприятия. Как их можно воспитывать, как с ними можно заниматься, как занятием привлекать детей. То есть это комплекс таких мер для того, чтобы повысить культуру, опять же, содержание домашних животных. 78 пород заявили владельцы на первые в этом году состязания. Сразу в двух выставках могли победить участники. На открытии сезона от клуба «Аристократ» и завоевать хрустальный кубок от клуба имени Александра Миненкова. А ещё можно было прочипировать своих собак. Ведь с 1 января иметь идентификационный номер обязан каждый домашний питомец. Ирина Мигунова, Игорь Антонов. Телемикс. Наше место появилось в Уссурийске. Так называется книжный клуб, где любители чтения раз в неделю обсуждают классические и современные произведения. Причём стать частью объединения может любой. Как это сделать, смотрите в сюжете. По субботам эти девушки ходят в кафе. За чашкой кофе обсуждают не тренды или сплетни, а литературу. Причём каждую неделю новую книгу. Таковы правила клуба по интересам, который появился в Уссурийске в марте прошлого года. С лёгкой руки Полины Мельниченко. Я печатала листовки, раздавала их, ходила просто прохожим. Я говорила, вы очень похожи на читающего человека, приходите к нам в книжный клуб. Я там сама эти дизайны делала, печатала. И некоторые смотрели на меня как на сумасшедшую. Такие, что за секта вообще? И тут же выбрасывали. Некоторые такие, ну интересно, я приду. И не приходили. Но бояться нечего. Объединение живёт по плану достаточно гибкому. На первой неделе месяца читают классику. На следующий – современное произведение. Потом – научпоп, а далее – по рекомендации одного из участников. Так книжный клуб помогает выйти за рамки литературной зоны комфорта. Каждую неделю стараюсь не пропускать. И теперь читаю книги, жертвуя своим ночным сном. Ну, как бы я очень рада, потому что книга в неделю. Ну, хорошо получается так читать. Много успеваешь. Я бы, наверное, сама, если бы просто столько не прочитала. Раньше я знакомилась только с фантастикой и, ну, например, с психологией. И классику как-то чуточку обходила. А тут девочки советуют. И как-то ты думаешь, ну вот. Раз девчонки читают, значит, наверное, и мне должно быть это интересно. И ты даёшь шанс этой литературе. Читающая компания сложилась, но с лёгкостью примет новых участников. Присоединиться к книжному клубу «Наше место» просто. Найти объединение в соцсетях или в субботу в 17.00 прийти в кофе Муноволодарского. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Телемикс принял гостей. Нашу компанию посетил молодёжный совет «Придуми округа». Парни и девушки познакомились с коллективом и узнали об этапах создания всех продуктов, которые выходят в эфир. Подробности далее. Молодые люди быстро заполняют редакцию развлекательной программы Телемикса. Именно здесь работают те, кто создаёт настроение зрителям и делится в эфире любимыми рецептами. Гости, юные активисты от Думы округа, быстро впитывают новые знания об интересной профессии. Более того, среди молодёжи даже есть студент журфака. Работа журналиста очень активная. Она помогает развиваться в разных сферах, узнавать очень много нового. Бывает в совершенно разных местах, там, где не побывает, я считаю, большинство людей. Прекрасная профессия. Именно поэтому я и выбрал её. И в каждом кабинете кипит своя работа. Корреспонденты организуют съёмки и пишут тексты. Операторы снимают видео. Звукорежиссёр обрабатывает голос. Монтажёры собирают всё в единую картинку. И это далеко не полный список того, чем ежедневно заняты сотрудники компании. Члены молодёжного совета впервые так глубоко окунулись в мир телевидения. И мы тем самым показываем ребятам направление. Может быть, они смогут проявить свои таланты. Может быть, они откроют в себе что-то. И, может быть, заложат фундамент какой-то своей успешной карьеры. Никуда в наше время без рекламы. У «Телемикса» есть целый отдел для продвижения результатов своих трудов. Вот уже больше 20 лет мы делаем новости, развлекательные программы, ролики, проекты. Организуем городские события и многое другое. Центр вещания канала «Уссурийск». Но смотрят также в Михайловском, Октябрьском, Надеждинском районах, Владивостоке, находки. Более 70 тысяч зрителей ежедневно. И обо всём этом важно и нужно рассказывать. Реклама может быть информационного формата, развлекательного формата, нативная реклама. Также площадки размещения рекламы у нас разные. Это и телеканал наш, и социальные сети, наружная реклама. Это LED-панели на улицах нашего города. Если вы хотите стать частью нашей команды, мы всегда рады амбициозным и активным ребятам. Первый шаг – заявить о себе. А сейчас как раз нужны сотрудники в отдел рекламы. Чтобы начать работать в Телемиксе, присылайте свои резюме на почту компании. Адрес указан внизу экрана. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. О том, насколько приятно провести время за чаем в тёплом зимовье, мы узнаем из нашей постоянной рубрики по Уссурийскому краю. Какие традиции существуют при посещении лесных избушек. И что о своих ночёвках в тайге писали первооткрыватели Приморья. Смотрите выпуски. Привет, друзья! Это наша рубрика по Уссурийскому краю. С вами её ведущий Евгений Михайлов. Мы с оператором Ларионом весь день, целый день шли по следу тигра, тропили его по самым-самым-самым вухим дебрям. И очень здорово устали и замёрзли. На наше счастье в этих краях находится избушка, зимовьё. Зная об этом, мы заблаговременно нарвали вот такой бересты на растопку. Конечно же, друзья, одной растопкой дело не обойдётся. Для того, чтобы затопить печь, нам нужны по нёбе листы ещё и дрова. Дрова у нас готовы. Печка уже растоплена. Скоро будем готовить чай. Ну а пока стремительно тающий снег в котелке превращается в столь нужный для нас кипяток, не будем терять время даром. Обратимся к славным страницам истории изучения нашего края. Вспомним, что уже писали в прошлом о своём вот таком же времяпрепровождении своих трудах. Великие исследователи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увидев у меня стеариновые свечи, Манза, как и всегда, попросил кусочек. И когда я дал ему небольшой агарок, он тотчас принялся его есть, откусывая понемногу, словно вкусную конфету. И всякий раз приговаривая. Шангао. Ша, шангао. То есть хорошо, очень хорошо. Видя такой высокий гастрономический вкус моего тогдашнего хозяина, я предложил ему кусочек мыла для пробы. Манза взял и мыло, разрезал на несколько частей и тотчас съел одну из них с полным удовольствием. Наконец, желая довершить своё наслаждение, он положил в рот мыло из диарину, разжевал всё это потихоньку и съел, не переставая расхваливать. Последний десерт, видимо, пришёлся китайцу более по вкусу, потому что он и далее продолжал угощаться подобным же образом. Пржевальский путешествие в Уссурийском крае. Арсений вспоминает, что такие, на первый взгляд, простые вещи, как костёр, палатка, тёплое одеяло после долгого дня пути были лучшими из удобств, которые не могли предоставить даже первоклассные гостиницы. Ночью я проснулся от страшного холода. Сбросив с головы одеяло, я увидел, что огня в юрте нет. В очаге тлело только несколько угольков. Через отверстие в крыше виднелось тёмное небо, усеянное звёздами. Очевидно, ложась спать, у дегейцева избежание пожара нарушно погасили огонь. Я попробовал было плотнее завернуться в одеяло, но ничто не помогло. Холод проникал под каждую складку. Я поднялся, зажёг спичку и посмотрел на термометр. Он показывал минус 17 Цельсия. Тогда я оторвал часть своей берестяной подстилки, положил её на огонь и стал раздувать уголье. Через минуту вспыхнуло пламя. Арсеньев по Уссурийскому краю. А ведь это зимовьё стало комфортным благодаря действиям людей. Когда-то его видели в весьма заброшенном состоянии. В июне прошлого года нашёлся неравнодушный, кто первым навёл здесь самый настоящий порядок. Мы не знаем его в лицо, но знаем его имя из этой записки, которую он оставил. О, команда по Уссурийскому краю. Благодарю тебя. Твой труд действительно не пропал даром. И мы тоже последуем доброй традиции сделать что-нибудь в этом месте хорошего. Следуя наставлениям опытного проводника Дерсу-Зала, мы оставим для любого нуждающегося здесь вот такой вот продуктовый набор и спички. Как говорил когда-то Дерсу-Зала, спички найди, вода найди, дрова найди, кушай найди, пропади нет. Друзья, в лесу даже зимой существует достаточно способов, чтобы защититься от и погоды, и как следует согреть себя в минусовой температуре. Вот это то, что за моей спиной, это самый лучший. Конечно, существуют и другие способы, как защититься, как сохранить здоровье и спасти свою жизнь. О них мы вам расскажем в следующих наших выпусках. Так что до встречи. Пойду пить чай, а вам, друзья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok советник главы по вопросам культуры Алексей Шейн. На территории округа будут проходить масленичные мероприятия в скверах и парках. Что касается самого финального дня и самого сожжения Чучева, еще вопрос подвис немного в воздухе, но у нас есть две схемы. Первая схема – это размещение на центральной площади. Вторая схема – это размещение в старом центре с перекрытием улицы Калинина, для того, чтобы для горожан было место для парковки, и чтобы как можно больше мы охватили наше население. Ну, а если говорить о центральной площади, пример 2020 года был очень прекрасен, когда масленица стояла в пределах улицы Некрасова, Плеханово, и локальные площадки были расположены по всей центральной площади. Вот возле фонтанов стояли блинные ряды. Все это в такой же концепции планируется. Это частично объекты с Нового года, которые поддерживая руссконародных традиций промыслов, они будут переформатированы к масленичным мероприятиям. Ну и, как всегда, у нас основная идея концепции – масленица по-богатырски. Богатырские забавы – это также наши корни, наши истоки. Ну и мы хотим все-таки зиму эту победить, потому что январь задался очень холодным. Слава богу, он закончился. Метровые барьеры преодолевали всадники со своими скакунами. Зимний конкурс собрал участников на открытой площадке конного клуба «Витязь». Как справились с препятствиями спортсмены и лошади в минус 20, смотрите далее. Мороз и солнце встретили участников зимнего конкура. Этап Кубка Победы принял Уссуриск. Подобные заезды прошли еще в нескольких регионах и стали отборочными для всероссийского финала в Москве в конном клубе «Максима Стейбл». Здесь есть и опытные всадники, которые уже представляли неоднократно и были призерами и победителями всероссийских международных соревнований. Это Даша Бурдюк. И есть менее опытные всадники, которые только-только начинают свою карьеру. Но тем не менее, у молодых всадников опытные лошади, у опытных всадников молодые лошади. Поэтому условия почти равны. Манеж под зимний конкур готовили особым образом. В холодное время для соревнований и тренировок используют закрытые помещения. Но можно заниматься и на свежем воздухе, но предварительно позаботиться о грунте. Площадку баранили и обильно подсыпали песком с солью. В квалификацию шли барьеры на 110 и 100 сантиметров. Триумфально маршруты прошла уссурийская наездница Полина Загорская. В итоге два золота у местной спортсменки. Тяжело, потому что скользко, нужно правильно проходить поворот. А вот с этой лошади я как раз таки, ну, еще не совсем научилась это делать. Поэтому, как бы, вот хорошо лошадь опытная, она меня выручала очень много где. В другой возрастной категории на маршруте с высотой барьера 110 сантиметров отличилась еще одна местная спортсменка. 13-летняя всадница Мария Рожкова стала самой юной участницей соревнований. Начинающие наездники смогли попробовать себя в маршруте с низкими барьерами. Спортсмены на конях преодолевали высоту препятствий 60 сантиметров. И здесь, в разных возрастных группах, золото взяли представитель из Владивостока Александр Зедай и Наталья Назарова из Уссурийска. Новая коллекция шуб и не только. Выставка компании «Знатный меха» открылась в Уссурийске. Интересные модели можно купить по фабричной цене, да еще и с весомой скидкой. Подробнее про ассортимент и выгодные акции нам рассказал администратор площадки. Новинки зимней моды прямиком из города Кирова. Компания «Знатный меха» привезла в Уссурийск больше тысячи шуб из норки, куницы, мутона. Классические и современные, лаконичные и яркие, короткие и длинные. Есть даже модели-трансформеры. Размерный ряд от 40 до 70. Также имеются более демисезонные варианты, такие как изнутри стриженной, из шерсти, из вязаной, из трикотажа. И также замша с норкой идет. А еще пальто, дубленки, косухи, головные уборы, варежки и даже пинетки, чтобы маленькие ножки были в тепле. В данное время у нас очень большие скидки, до 40%. Также можно любую шубку приобрести в рассрочку до трех лет без переплаты и без первоначального взноса. А если наряд мечты оказался не того размера, на фабрике могут сшить изделия по вашим параметрам. Мерки снимут прямо на выставке. Также действует акция «Меняем старую шубу на новую». Подробности расскажут продавцы-консультанты. Уссурицев ждут во Дворце культуры «Дружба» до 5 февраля. Такой была эта неделя. Мы продолжим собирать для вас самые интересные новости. В студии работала Анна Клыга. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова